МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Гомеле 6 ноября на пожаре погибли 3 человека. Трагедия произошла в частном доме на улице Кунцевича. Из жизни ушла целая семья – мать, ее сын и невестка. К моменту приезда спасателей пламя бушевало внутри деревянного дома. Из окон шел густой темный дым. На место происшествия прибыло около 10 расчетов МЧС. После того, как пожарным удалось сбить пламя, в помещение вошли сотрудники звена газодымозащитной службы. В комнатах дома они обнаружили на полу бездыханные тела 67-летней хозяйки и ее 37-летнего сына и 38-летней невестки. Осмотрев доставленных в карету скорой помощи людей, медики констатировали их смерть. Сообщение о пожаре поступило где-то в 9 часов вечера 6 ноября. От соседей по прибытию четко было слышно, что работают автономные пожарные извещатели. Жертв могло быть больше, если бы не некоторые обстоятельства. Дело в том, что вместе с супругами и бабушкой проживали два несовершеннолетних ребенка. На момент трагедии их по счастливой случайности не оказалось дома. Дети допоздна гостили у друзей. С подростками, которые в одночасье оказались сиротами, работают психологи. Рассматриваемая версия причины пожара, потому что в жилом доме кроме вещей и прогара, в полу ничего не пострадало. Соответственно, рассматриваемая причина пожара на сегодняшнем этапе – это курение. В Гомельском районе сгорела стоящая на берегу яхта. Правоохранители проводят проверку. Одной из версий возгорания является поджог. Обычный дождливый октябрьский день в агрогородке Поколюбичи наполнился неординарными событиями. На берегу озера Сетин загорелась яхта, принадлежащая местному предпринимателю, открывшему агроусадьбу в этом живописном месте. Звонок о пожаре в дежурную часть поступил 30 октября в 14.30. Спасатели, прибывшие на место происшествия, оперативно справились со своей работой. Пожар был ликвидирован считанные минуты, однако огнём была повреждена кабина и моторный отсек. Причину возгорания сейчас выясняют следователи и специалисты Государственного комитета судебных экспертиз. Не исключено, что это был поджог. Следователи проводят проверку и совместно с работниками милиции выясняют, кому костью в горле могла стать активная деятельность предпринимателя. При выезде на место происшествия было установлено, что плавательное судно находится на консервации, к нему был свободный доступ. При осмотре данного судна, какого-либо газового теплогенерирующего, а также элементов питания в виде аккумуляторов, обнаружено не было. Причина пожара будет установлена в ходе проведения следственных действий и других мероприятий. Напомним, что в Уголовном кодексе Республики Беларусь предусмотрены две статьи за уничтожение либо повреждение имущества. Если человек сделал это умышленно, то максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи 218, от 2 до 12 лет лишения свободы, в зависимости от причиненного ущерба. Если по неосторожности, то поджигателю грозит до 2 лет ограничения свободы. Житель Гомеля хоронил в гараже полтонны контрафактной водки. В поле зрения сотрудников областного милицейского управления попал 34-летний неработающий гомельчанин. По оперативной информации, мужчина занимался незаконными поставками российского натурпродукта в областной центр. Сведения подтвердились, когда оперативники отдела по борьбе с экономическими преступлениями советского района Гомеля прибыли в гаражный кооператив на улице Лазурной. В помещении гаража, принадлежащего подпольному торговцу спиртным, правоохранители обнаружили картонные коробки. Внутри каждой из них находилась российская водка. Акцизные марки Республики Беларусь на бутылках отсутствовали. Как пояснил владелец контрафакта, весь товар предназначался для реализации мелкими партиями. В ходе осмотра гаража спиртосодержащая жидкость изъята. Всего 1018 бутылок общим объемом 518 литров направлено на ответственное хранение в инспекцию по налогам и сборам. В отношении правонарушителя составлен административный протокол по части 3 статьи 1227 Кодекса административных понаушений Республики Беларусь. Санкции статьи предусматривают наказание в виде штрафа в размере от 10 до 100 базовых величин и конфискацию имущества. За 10 месяцев этого года на территории Гомельской области сотрудниками органов внутренних дел из нелегального оборота было выведено около 15 тысяч литров спирта, контрафактной водки и спиртосодержащей жидкости. У людей изъято почти 40 тонн незаконно хранящейся браги и самопальной алкогольной продукции. Сразу несколько попыток незаконного перемещения культурных ценностей предотвратили сотрудники Гомельской таможни. Граждане разных государств пытались ввести в страну четыре боевые награды времен Великой Отечественной войны, переместить через границу стран Евразийского экономического союза медаль за победу над Японией и старинную книгу. В первом случае попытку перемещения наград, представляющих культурную ценность, совершил гражданин Украины, который следовал из Одессы в Минск на пассажирском поезде. В пункте пропуска Терюха его коллекции нагрудных знаков, блях для ремней и кокарт заинтересовались инспекторы Гомельской таможни. И, как оказалось, не зря. В собрании наград находилось три медали за победу над Германией и одна за боевые заслуги. Пассажира пришлось снять с поезда и начать разбирательство. Еще два административных протокола таможенники составили на гражданина Беларуси и жителя России. Один пытался вывести из нашей страны медаль за победу над Японией, другой вез из Украины к себе домой принятую в подарок раритетную книгу. Экземпляр издан в 1908 году и называется «Книга хозяйки». Согласно правилам, старинные предметы можно перемещать через границу только на основании специальных разрешительных документов. Эксперт таможенной лаборатории установил, что медали и книга относятся к категории культурных ценностей. По данным фактам таможней начаты административные процессы в соответствии с частью 1 статьи 14.5 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь. И Гомельская таможня напоминает, что перемещение физическими лицами культурных ценностей через таможенную границу Евразийского экономического союза сопровождается обязательной подачей пассажирской таможенной декларации. При этом вывоз осуществляется при наличии разрешительного документа. И такой документ выдается в Республике Беларусь Министерством культуры. В Гомельской области по 16 ноября Госавтоинспекция проводит комплексное профилактическое мероприятие «Обеспечь безопасность ребенка в автомобиле на 100%». С начала этой недели в Гомельской области стартовала акция Госавтоинспекции, усиливающая контроль за использованием детских удерживающих устройств при перевозке юных пассажиров. Дети и подростки – самые уязвимые участники дорожного движения. Ребенок в салоне автомобиля целиком и полностью зависит от взрослого человека, управляющего автомобилем. Именно халатность родителей, близких людей, пренебрегающих элементарными мерами безопасности не только для себя, но и для ребенка, становится виновниками трагедии. Совсем недавно произошло дорожно-транспортное происшествие с участием полуторагодового малыша, которого родители перевозили без детского удерживающего кресла в придачу еще и на руках у матери. Ребенок получил небольшие повреждения, но все-таки травмы есть. Поэтому с 6 по 16 ноября на территории Гомельской области Госавтоинспекция проводит комплексное мероприятие под названием «Обеспечить безопасность ребенка в автомобиле на 100%. Целью данного мероприятия будет профилактика ДТП с участием несовершеннолетних, которые перевозятся без детских удерживающих сидений. Госавтоинспекция обращает особое внимание на перевозку детей и также будет контролировать данное направление». Многие ошибочно полагают, что в случае аварии смогут удержать ребенка на руках. Это не так. При столкновении, резком торможении или ударе со скоростью в 50 км в час вес пассажира возрастает примерно в 30 раз. Так, если вес ребенка 10 кг, то в момент удара он будет весить уже около 300 кг. И удержать его от резкого удара о переднее кресло или о ветровое стекло практически невозможно. Поэтому перевозка ребенка на руках считается опасной. Это грубое нарушение правил дорожного движения. По этой же причине нельзя пристегиваться с ребенком одним ремнем. При столкновении взрослый человек просто раздавит его своим весом. Кроме того, родители должны постоянно напоминать детям о требованиях правил дорожного движения и на личном примере воспитывать привычку их соблюдать. Ежегодно с приходом осени увеличивается и количество дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездом на пешеходов. Это продиктовано сокращением продолжительности светлого времени суток. Иногда ДТП происходит по вине автомобилистов, но, как правило, большинство дорожных происшествий случается по невнимательности пеших участников дорожного движения. Часто у водителя просто не остается шансов, чтобы предотвратить трагедию. 2 ноября, приблизительно в 19.00, в Василевичах произошло ДТП со смертельным исходом. Водитель слишком поздно увидел препятствие на дороге. Водитель автомобиля «Опель Астра» при встречном разъезде, двигаясь в городе Василевича, совершил наезд на лежащего пешехода, местного жителя, который не был обозначен световозвращающими элементами. В результате чего пешеход скончался на месте происшествия. В данный момент проводится проверка обстоятельств аварии. Тот факт, что пострадавший лежал на дороге, подтверждает характер повреждений автомобиля. Следствием установлено, что более 10 лет назад погибший 61-летний мужчина уже попадал в ДТП, после которого у него возникли проблемы со здоровьем. Он получил третью группу инвалидности. Мокрый асфальт и плохая видимость из-за дождя и отсутствия световозвращающих элементов на одежде снизили до минимума возможность увидеть его вовремя и предотвратить смертельный наезд. При движении транспортного средства в дождливую погоду коэффициент сцепления шин автомобиля с дорогой уменьшается, что приводит к увеличению остановочного пути транспортного средства. А также на лобовом стекле транспортного средства образуется пленка, которая увеличивает время распознания препятствия на дороге. Это были правовые новости уходящей недели глазами наших корреспондентов. Смотрите де-факто по четвергам на Беларусь4. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин